МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня, как обычно, мы расскажем вам о самых ярких событиях и самых интересных людях нашего города. Конечно же, главным событием уходящей недели стало 1 сентября. Уже с утра школы и вузы собрали школьников и студентов на праздничные линейки. Ну а после этого все желающие смогли принять участие в масштабном празднике День знаний, который прошел на улице Почтовой. 1 сентября – День знаний. Это самое начало золотой осени и самое начало нового учебного года. Одним словом – праздник. Для Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина это праздник вдвойне, ведь в этом году вуз отмечает свой 100-летний юбилей. Руководство университета решило поделиться своей радостью со всеми горожанами и устроило грандиозный праздник на улице Почтовой. В первую очередь он направлен на сохранение традиций, на укрепление значимости образования в жизни горожан, в жизни всех россиян. И, конечно же, мне очень приятно, что очень много народу здесь сегодня. И этот праздник действительно затронет всех жителей города Рязани и, конечно же, студентов и школьников. На протяжении всей улицы силами преподавателей и студентов Рязанского государственного университета были организованы развлекательные и образовательные площадки. Здесь можно было принять участие в подвижных спортивных играх, посмотреть на игру актеров студенческого театра «Переход» и принять участие в зажигательном танцевальном флэш-мобе, организованном силами педагогического отряда «Синяя птица». Есть такая шутка, у нас самый танцующий педотряд Рязани, потому что мы очень любим танцевать. Наверное, это самый интересный момент, когда ты танцуешь, и когда дети, которые на тебя смотрят, начинают за тобой повторять те же самые движения. Поэтому мы решили сегодня зажечь Рязань, зажечь наших первокурсиков дорогих, которых мы ждали очень-очень все лето. И мы учим с рязанцами танцы, которые потом вместе с ними повторяем и показываем для всех. Этот отряд существует в РГУ уже более 40 лет. В нем занимаются подготовкой вожатых, которые летом работают в многочисленных детских лагерях на территории Рязанской области, а также на Черноморском побережье. Свои навыки работы с детьми они с удовольствием демонстрировали и на этом празднике, так что его маленьким гостям скучать не пришлось. Взрослым же сотрудники музея имени академика Срезневского предлагали обучиться древнерусскому летоисчислению и угадать значение древнерусских слов. Сегодня, конечно, в такой праздник наша задача, нашего музея имени академика Срезневского, прежде всего в том, чтобы проявить интерес к русскому языку и подогреть его в том плане, что мы с вами, русские люди, должны знать историю. Вот у Срезневского есть словарь древнерусского языка. Это первый, единственный, законченный вообще в России словарь древнерусского языка. И там можно найти множество всяких слов русских, которые, может, мы уже и не знаем, а, может быть, мы и просто не пользуемся ими, потому что мы не интересуемся. А словарь этот признан как раз узнавать русский язык. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. И кто сказал, что эти слова относятся только к календарному началу года? Их вполне можно применить и к году учебному. И, судя по этому празднику, он должен пройти у всех учащихся. Легко, весело и интересно. Ну а теперь поговорим о том, куда можно сходить, чтобы получить и эстетическое, и интеллектуальное удовольствие. Одним словом, о выставочной жизни нашего города. 1 сентября в Научно-методическом центре народного творчества открылась выставка «Традиционное прикладное искусство и образование». На ней представлены работы выпускников и студентов Рязанского филиала Высшей школы народных искусств. На сегодняшний день это учебное заведение является первым и пока единственным, где занимаются популяризацией декоративно-прикладного искусства и готовят художников-профессионалов в этой области. Обучение Высшей школе народных искусств ведется по четырем направлениям. Художественная вышивка, кружевоплетение, ювелирное искусство и художественная роспись тканей. Истоки промысла, в котором обучаются студенты, уходят в глубокое прошлое. Но, глядя на работы этой выставки, понимаешь, что и на сегодняшний день они не потеряли своей актуальности. Действительно, очень многие считают, что декоративно-прикладное искусство это то, что должно было уйти вместе с нашими бабушками. То, что было когда-то на тумбочках, на телевизорах лежало, да, крючком связанное. Когда они приходят к нам в филиал, когда они приходят на наши выставки, они с удивлением обнаруживают, что большую часть наших изделий можно носить в повседневной жизни. На выставке представлено более 200 работ. Здесь можно увидеть и тончайшие кружева, и великолепные образцы вышивки, и даже ювелирные изделия. Браслеты, броши, кольца, гребни. Для их создания студентами используются как современные, так и традиционные техники, секреты которых они узнают в процессе обучения. Начинается все с элементарных каких-то, с элементарного ознакомления, да, вот, какова природа металла, как он себя ведет. То есть вот материаловедение очень много значит в процессе обучения. Потом они начинают пробовать, все криво, косо, естественно, все с этого начинается. Вот, какие-то неудачи, спеченные какие-то изделия, потому что в процессе, как бы, в процессе работы бывает очень много неудач. И остаются, конечно, те, кто все это выдерживает. Обучение проходит на латуни, меди и мельхиоре, так как именно эти металлы являются лучшей имитацией золота и серебра. А студенты к концу обучения должны уметь работать с драгоценными металлами. Еще одна страсть всех девушек – дизайнерская одежда, создать которую также по силам молодым специалистам. Пальто и платье украшает изысканная вышивка, а сарафаны шиты из натурального шелка, раскрашенного мастерами вручную. Вот, например, смотрите, вот это работа контаковой Светланы, роспись по ткани. Здесь, значит, техника свободной роспись плюс холодный батик. Вот такая комбинированная техника. Платье очень широкое, очень красивое. То есть на защите все эти работы подаются на девочках. У нас девочки-красавицы, и они выступают в качестве моделей. То есть в движении работы потрясающе хороши. На торжественном открытии выставки, только что поступившей в Высшую школу народных искусств, студенты получили свои студенческие билеты и смогли полюбоваться работами предшественников. Теперь они представляют, чему им предстоит научиться. Но их это не пугает наоборот. Обладать подобными навыками – мечта тех, кто выбрал для себя именно это учебное заведение. Так же научиться, да, очень хочу. Прям вообще очень здорово, красиво такая работа, тонкая. Организаторы выставки хотели бы показать рязанцам и гостям города, что наши исконные русские традиции и промыслы живы и активно используются в создании невероятно красивых вещей. Полюбоваться ими может любой желающий. Выставка будет работать в Научно-методическом центре народного творчества до 30 сентября. А в картинной галерее «Виктор Иванов и Земля Рязанская» с 27 августа работает выставка московской художницы Марии Степановой Ланской. На ней представлено около 30 работ. В своем творчестве автор соединил живопись и керамику. И в итоге перед нами керамические панно, каждый из которых подолгу не отпускает зрителя. В своих работах художница часто обращается к теме духовного, сакрального, к семантике античных и библейских символов, очертания Богородицы с младенцем и даже молитва, спирально выписанная на керамике. Такая вольная интерпретация церковных тем, Рождества или Христова, кинографии Богородицы или заложения молитвы, которую Господь дал, как мы видим здесь, она, конечно же, не требует какой-то обязательной оценки церкви, а что церковь по этому поводу думает. Ну, это в данном случае мир художника. Совсем неплохо, когда его творческие произведения, новины, что называется, высокой духовностью нашего родного православия. Работы, представленные на выставке, интересны и очень необычны для нашего города. Кажется, что в них сочетается сразу несколько временных пластов, перенося нас в далекие эпохи, даже во времена первобытной наскальной живописи. Я родилась и выросла вместе в Сибири. И на практике у нас часто были в Хакасии, это такое место в Южной Сибири, где очень много наскальных изображений, вот в Южной Хакасии, в Южной Сибири. И, конечно, мы там все это рисовали, фотографировали, перетирали на Миколент, вы знаете, да, вот эта техника. И они там где-то на подкорке, они просто сидят, и, наверное, это естественно, что перекликается в каких-то работах. Но, опять же, задачи такой не стоит конкретно, чтобы вот это присутствовало. Марина Степанова-Ланская говорит, что на создание этих работ ее вдохновляет сама жизнь, все ее многообразие. Наверное, именно поэтому каждое представленное здесь произведение наполнено энергией, красками, воздухом. Эта экспозиция не оставит равнодушным ни профессиональных художников, ни простых обывателей. Выставка будет работать в картинной галерее Виктор Иванов и Земля Рязанская вплоть до 23 сентября. Так что спешите познакомиться с творчеством московской художницы. 12 сентября в библиотеке имени Горького пройдет Вечер памяти Оксаны Гаенко. Она была известным журналистом и издателем, но, к сожалению, ее жизнь оборвалась в мае этого года. И наш следующий сюжет мы тоже посвящаем ее светлой памяти. 13 сентября этого года Оксане Гаенко исполнилось бы 49 лет. Для активного, целеустремленного человека, каким и была Оксана Григорьевна, это не возраст. Сколько бы идей она еще успела воплотить, сколько проектов осуществила бы. И тем не менее, она успела сделать столько, сколько мало кто успевает сделать за всю жизнь. Мы знаем Оксану Гаенко прежде всего как талантливого и вдумчивого журналиста, и как прекрасного издателя. Ведь именно она в сложные 90-е годы возглавила издательство пресса. И не просто возглавила, а сумела грамотно организовать его работу, сплотить вокруг себя поэтов, художников, музыкантов, в общем, таких же талантливых людей, как и она сама. В видении издательства пресса находилось 25 районных газет. Но через два года, когда уже я был редактором одной из газет, ну, в частности, газета «Рязанский зорий», и уже находился в подчинении Оксаны, именно в этот период раскрылась ее дар административный, скажем так. Именно в этот период газеты были оснащены современными редакционно-издательскими комплексами. Изменился дизайн. Газеты наполнились содержанием и смыслом. И в этом, конечно, заслуга Оксаны, как директора издательства, непереоценима. Сегодня в ее квартире повсюду книги, ей уже и изданные. Многие из них оформлены фотографиями, автором которых является Оксана. Здесь картины, которые дарили ей знаменитые художники, сувениры из тех стран, в которых ей приходилось бывать, многочисленные грамоты и награды, среди которых самая престижная журналистская премия Рязанской области «Хрустальный журавль», полученная Оксаной Гаенко и Нурисланом Ибрагимовым за газету «Глубинка». Вот эта газета, она была задумана как полигон для пропера журналистов всего региона, чтобы они на одной площадке, как бы вот такой печатной, встречаться могли, чтобы мы могли конкурсы организовывать, чтобы мы могли уровень повышать журналистского мастерства. А кроме того, это была газета, предназначена для того, чтобы вот тот забытый жанр очерковых, серьезных журналистских материалов, которые сейчас уходят потихоньку из такого информационного поля нашего, вот он существовал в этой глубинке. То, что мы писали о людях, площадь газеты позволяла большие материалы давать. И, конечно, мы эту газету очень все любили. То, что она была талантливым журналистом и издателем, известно многим. А вот каким она была человеком, коллегой, дочерью, сегодня нам о ней рассказывают самые близкие люди. Она была поперечной, яростной, очень мальчишкой мечтала быть. Когда ей было 5 лет, она меня, я ее заставила одеть платье, ходили все в кино, она сказала, «Мама, ты меня платье одеваешь, потому что у меня девочка родила». Говорю, «Да, но ты в следующий раз будешь меня рожать? Ради меня, пожалуйста, мальчика». То есть у нее всегда были очень остроумные слова. То есть она вот скажет, скажет, потом она была очень настырная. Ее двоюродные сестренки на Украине их учили читать до школы. А я принципиально не считала, что не надо детей учить до школы читать. Так вот она в 6 лет научилась сама, без моей помощи. Она приходила, подходила, мама, это какая буква, это какая буква. А потом, смотрю, стала читать всякие плакаты. И один раз повергла в изумление весь автобус, потому что она прочитает, написано там было, «Ленин – знамя наших побед». Оборачивается. Вот, мама, ну почему Ленин – знамя? Он же человек. С Оксаной было и сразу тяжело, и потом тяжело. Потому что она обладала теми свойствами характера, которые сейчас не популярны. Это честность, принципиальность, невозможность ни в какой ситуации, ни в какой степени и ни по какому поводу врать. Обманывать, хитрить и изворачиваться. Насколько она требовательна к себе, настолько она требовательна к друзьям. К людям была мягше, к авторам я имею в виду, к друзьям. Но к себе самой она всегда, я бы сказал, изысканно требовательна. Люди живы до тех пор, пока о них помнят, пока о них говорят. В то, что Оксана Гаенко умерла, до сих пор не верится. О том, что она все еще с нами, говорят ее работы, изданные ей книги, и даже секундная стрелка часов в квартире, которые остановились ровно через три часа после ее смерти, до сих пор продолжает пульсировать, отсчитывая непрожитые Оксаной Григорьевной минуты и часы. Кстати, вполне возможно, что в скором времени здесь, в этой квартире, будет открыт музей современной журналистики имени Оксаны Гаенко. Ну а всех, кто знал ее и хотел бы отдать дань памяти, ждут 12 сентября в библиотеке имени Горького, на вечере памяти Оксаны Григорьевны. Ну что ж, это было все, о чем мы хотели рассказать вам в этот раз. Увидимся с вами ровно через неделю в Калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова